А теперь срочная новость. В Петропавловск прибыли президенты России Владимир Путин и США Барак Обама. Два политических оппонента ни о чем не спорят и ничего друг другу не доказывают. Спокойные и добродушные, они даже не против сделать селфи с петропавловцами. Наша съемочная группа не смогла упустить такой шанс, чтобы посмотреть на президентов. И не только на них. Так много знаменитостей в одном месте в реальной жизни вряд ли встретишь. Но здесь, на выставке восковых фигур, от звездности глаза просто разбегаются. Актеры, певцы и политики из разных эпох почти как настоящие, разве что не разговаривают. По крайней мере, Путина с Обамой точно ни с кем не спутаешь. Одни герои выставки мы привыкли видеть по телевизору, других на картинках в учебниках истории. Кого-то узнаешь с первого взгляда, кого-то приходится рассматривать и искать знакомые черты. Ведь многие восковые фигуры напоминают своих реальных копий в молодости. Первыми с головой начинают работать постежеры. То есть те люди, которые делают парики, они покупают волосы у населения или в парикмахерской. И каждую волосину горячей иголочкой впаивают воск. И надо 40-60 тысяч и более. Это очень кропотливая работа, занимает несколько месяцев. Они же делают дровки, веснички, а уже потом с ними работают. Офтальмологи делают глаза, стоматологи делают зубы. Популярная чета Бреда Пита и Анжелину Джулини. Подалеку собрались на пикник герои фильма «Особенности национальной охоты». А здесь дедушка Ленин, призывавший всех учиться. Великий правитель Чингисхан, боксер Майк Тайсон и футболист Пеле. О жизни каждого подробно рассказывают во время экскурсии. Адольф Гитлер, национал-социалист, диктатор, фюрер Германии. Имел тайные пристрастия. Допустим, для него специально снимали фильмы, пытки заключенных и эротические фильмы. Смотрел отдельно, тайно. Не любил, чтобы на него смотрели обнаженного. Имел безупречный почерк. Никогда не занимался спортом и не пользовался одеколоном. Но любил цирк. Ему очень нравились женщины-циркачки. И он им дарил дорогие букеты цветов и дорогой шоколад. А в соседнем зале герои наших любимых фильмов и сказок. Озорной Буратино с друзьями властелин колец, йода, минотавр, трехметровый аватар, грациозная женщина-кошка и пираты Карибского моря. С каждым юные петропавловцы уже успели познакомиться. Именно они стали первыми гостями на выставке. Очень понравилась эта выставка. В основном мне понравились пили и Чингисхан. Они похожи на настоящих людей. Даже потрогать, как будто человеческая кожа. Мне понравился аватар. Я пришла со своей сестрой. Мне очень понравился он. И все фигуры. В Петропавловск экспонаты везли в специальных коробках. Отдельно, чтобы не повредить, упаковывали руки, головы и тела. Располагается выставка восковых фигур в историко-кровеведческом музее. Работать она будет до конца мая. При необходимости ее продлят. Кстати, Петропавловск стал первым городом в Казахстане, куда привезли новую экспозицию. Ирина Панфилова, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК.